всем добрый вечер какое-то время назад сегодня сняла на улице видео пришла сейчас кинула его в свой блог и поняла что сказала очень мало и вопрос не раскрыла и так хочу поговорить о проверке газового оборудования в частных домах я живу в марьяновке в крыму позавчера мне позвонил молодой человек и сказал когда вам удобно чтобы я пришел проверил ваши газовое оборудование сказала приходите любое время я не работающая пенсионерка и муж мой не работающий пенсионер живем мы вдвоем приходите в любое время и он назначил время нам хочу сказать что всю жизнь я и муж прожили в квартире в россии приехали в крым пять лет назад и стали жить в своем доме конечно очень много нюансов если кто хочет купить дом чтобы жить в нем на пенсии конечно все классно но есть такие моменты которые конечно мы и не ожидали увидеть но не об этом речь молодой человек пришел назначенное время когда он звонил он сказал я приду все проверю вы должны подготовить деньги я говорю какую сумму он будет но всем по-разному но где-то в пределах чуть чуть больше чуть меньше трех тысяч я говорю хорошо но вы принесите с собой все документы чтобы он не показали что вы представитель компании и так далее все он пришел назначенное время принес все документы я уже видео представила его я не он очень понравился до него за пять лет к нам приходили два газовщика один приходил проверил бесплатно утечки газа не было общем короче прошел за пять минут и ушел второй приходил что-то про когда мы только заехали а когда только присоединились россия присоединилась крым присоединился к россии меняли всем счетчики и вот приходили по поводу сменили счетчик в дом даже не заходя заплатили мы деньги конечно купив сами счетчик немалые на этом все закончилось вот почти пять лет никто нами не интересовался и тут видимо из-за событий в магнитогорске и в других городах газовая служба решила активизироваться для чего это рассказываю после того как он мне позвонил я зашла в интернет я уже несколько лет плачу за газ в интернете напрямую как бы связано с организацией крым газ сети я зашла в интернет и в своем личном кабинете увидела что большими буквами написано что с 1 января 2019 года вступил в россии новый закон на основании которого проверка газового оборудования в квартирах в домах будет происходить не так как раньше раз в три года а раз в год так как я обзвонила друзей и знакомых и узнала что если люди которые и которые грамотные люди солидные которые сказали мы счетчика мы газовщика не пустим в свой дом в договоре который мы заключили с управляющей компанией в 2015 году написано что мы обязаны пустить газовщика и я с этим абсолютно согласна потому что все мы хотим жить спокойно мы все хотим чтобы оборудование это обслуживалась и голова у нас не болела нормально не взорвусь ли я завтра или послезавтра вот закон такой есть сил он вступил я посмотрела все нюансы действительно там очень ну очень много всего написано но что меня удивляет пришел молодой человек в отличие от предыдущих посетителей он начал с улицы он открыл мне все краны промазал какой-то замазкой закрыл оказалось мне это все было сухое и везде там была утечка газа ну как он ну я так предполагаю что конечно если все сухое там короче все посмотрел в кухне в бойлере все проверил очень короче даже отопительный газовый котел у меня была проблема мы за пять лет ни разу не включали с автоподжигом он полтора часа пролежал на пузе использовал какую-то свою запчасть сделал нам газовый котел то есть принципе я осталась очень довольна его посещением после этого он зашел на кухню как я уже рассказывала вытащил кучу бумаг запомнил заполнил акт распечатанные с цифрами что вот крыжик я это сделал я это сделал и предлагает что он сейчас заполнит квитанцию я должна заплатить я очень удивилась это было все я считаю что это все неправильно я считаю что он должен все проверить все отремонтировать выписать мне акт в котором указать что он сделал без всяких сумм можно и суммами конечно оставить один из пример мне второй который он заберет я должна расписаться что да он такую работу сделал он это должен задать все в управляющую компанию бухгалтер или экономист должна все грамотно посчитать ндс в том числе и выставить мне эту сумму на лицевой счет по которому я плачу газ и я так как я не работаю пенсионерка и сумма там о ее какая для меня и для любого пенсионера да и только не пенсии и не только пенсионера я эту сумму спокойно оплачу в течение года буду платить за газ и буду потихоньку оплачивать эту сумму потому что конечно спорить никто не будет но сумма необоснованно большая и так как эта проверка только началась в нашем селе многие еще не знают я кому-то позвонила люди первый раз слышат поэтому я решила записать это видео думаю что будет много недовольных будет много писем в том числе путину давайте все вместе обсудим эту тему и как-то дадим о себе знать что нам так неудобно нам так не нравится так быть не должно не должен слесарь приходить брать у меня наличку и где-то там сумки и и целый день таскать вообще это и парню неудобно напишите мне комментарии хочу услышать ваши вопросы и думаю очень удобная такая возможность все это вместе нам обсудить спасибо за внимание не судите если что не так счастливо жду комментарий